Украина Майдана и Великая Криминальная Революция. Статья в журналистской правде за 21 июля 2020 года. Григорий Игнатов. Неоспоримое достижение. Заслуженное первое место. Топ в рейтинге. Самая яркая и впечатляющая перемога за все 29 лет независимости Украины. Вся Европа осталась далеко позади в рейтинге криминальной опасности. Вот так. А вы что подумали? По промышленному производству, по экспорту сельхозтоваров, по росту экономики, по количеству инноваций в науке. Пикантный рейтинг всемирной базы данных. Намбео. Но дается скриншот. Открывает перед нами все дополнительные красоты. Локомотив сведомого прогресса увлек далеко вперед Украину. Где-то там позади на 12 месте. Осталась вечная конкурентка Россия. Фу, скучная, безинициативная арабская страна. Там даже преступления не могут нормально совершать. Раша? Гудбай. Но в упорной конкурентной борьбе позади оставлена и Европа. Та самая, на которую Украине предлагали равняться, как на цивилизационный ориентир. Конечно, вырваться вперед было непросто. Швеция, Франция, Британия, Италия выставили очень сильные команды. Преимущественно из темнокожих легионеров. Дикий задор и варварская энергия, казалось, должны победить соревнования по грабежу, кражам, насилию, мошенничеству и бандитизму. Но не для того совершалась революция достоинства, не для того воевали на Донбассе десятки тысяч украинских хлопцев, чтобы уступить пальму криминального первенства каким-то арабам и неграм. Не позволила этому случиться казацкая гордость. Члены вмерла Украина и слава, и воля, а очень даже все хорошо и с тем и с другим, правда направленными в очень специфическое русло. Какую же стратегию избрала национальная сборная Украины по криминалу в соревновании с соперниками из ЕС? На что сделала упор? Компьютерные преступления, банковские аферы, контрабанда, продажа людей и органов. Да, все верно, но жемчужиной в короне победителя стали вооруженные ограбления и организованные преступные группировки. Тут все прекрасно без слов. Линия уходит за горизонт. Автоматы, пистолеты, пулеметы, два нормальных ручника, РПД и ДПМ, мухи, гранаты, пластиты, тротил, а также чисто для души с десяток охотничьих двустволок. Так, пусть лежат. Арсеналу бы позавидовали Бенни Крик, Джон Диллинджер и Аль Капоне. А на Украине это всего лишь скромные запасы только одной из банд, которых отлавливают в среднем по несколько штук в месяц. Но количество непойманных, разумеется, на порядке выше. Иначе откуда бы первое место в рейтинге? А ведь это даже не столичная группировка, а провинциалы из Никополя. А что же в Киеве? О, в Киеве все гораздо круче. Вот еще картиночка, дается скриншот. Рейтинг двухлетней давности. Но сами понимаете, если сторона на первом месте, то и столица продолжает держать марку. Бог знает где. На 20-й позиции ниже под Киевом и Харьковом болтается несчастный колумбийский Медельин, родина Пабло Эскобара. Куда ему до озверевшей мачехи городов русских? И в Москве за Киевом не угнаться. Хоть население втрое обширнее, а инициативных людей всеми силами, выводящих свой город на первое место в респектабельных рейтингах, гораздо меньше. Сразу видно, где больше патриотов. Но мало победить по очкам. Нужен еще красивый гол. Таких голов аж два. Первый. Роскошный, даже не сняющийся отсталой Европе политический террор. Постоянное избиение оппозиционных общественников и политиков. Вспомним нескольких покалеченных партийцев Шария. Давление на суды. Откровенная безнаказанность самых явных убийц Стерненко, если они принадлежат к неприкасаемым. Второй, опять же, даже не сняющийся Европе с ее свободой слова, дичайший прессинг украинских журналистов. Только за первое полугодие в стране было зафиксировано 30 нападений на работников СМИ. Такие традиции были в Европе лет 100 назад, а потом оказались безвозвратно утрачены. Ах, и в России тоже их не сохранили. А вот в самой европейской стране их бережно возродили. Цените европейчики, хранителей ваших исконных ценностей. Без них вы бы уже поди и забыли, как надо со СМИ взаимодействовать и политических конкурентов устранять. А знаете, в Великой Перемоге в Киеве сегодня даже памятник установили. А вот этот на бумажке Павло Шеремет. На нем фамилия и имя покойного Павла Шеремета, убийцу которого ищут уже 4 года. И обещали найти все вместе. И Порошенко, и Зеленский, и Аваков. Но его сыны не там. Так что это памятник, лучший монумент тому достижению, в которое провалилась Украина. Олицетворение Перемоги, так сказать. Григорий Игнатов. Украина Майдана и Великая Криминальная Революция. Украина Майдана и Великая Криминская.